Что, если бы Российская империя не распалась? Итак, революцию никто не поддержал, поэтому Российская империя продолжает существовать. Россия не подписывает позорное Брест-Литовское соглашение, которое предложил Ленин. Соответственно, до конца войны русская армия сражается с Германией и Австро-Венгрией и побеждает в войне наряду с другими членами Антанта. Со временем монархия в Российской империи меняется от абсолютной конституционной, что существенно ограничивает возможности Николая II. Разумеется, что его никто не убивает. Скорее всего, Россия смогла бы провести индустриализацию более мирно и спокойно, нежели это было в СССР. Не было бы сталинских репрессий и голодоморов в 30-е годы. Есть мнение, что если бы монархию удалось сохранить, то после 1918 года страна могла бы построить одну из сильнейших европейских экономик. В царской России успешно прокладывались железные дороги, наблюдался заметный рост машиностроения, металлургии и сельском хозяйстве, а в Европу постоянно поставлялись русские продукты. И если бы не революция, то у Российской империи были бы все шансы выйти на первое место по экономическим показателям. Страной управляет парламент и проводятся выборы. Скорее всего, самыми популярными партиями станут консерваторы и партия либеральных социалистов во главе с Киренским. Несмотря на то, что Россия сохранила свою территориальную целостность, в ней ведется политика децентрализации, и некоторые регионы, такие как Прибалтика и Финляндия, получают относительную автономность. Экономика продолжает свой довоенный рост, и благодаря открытой торговле иностранные компании приносят свои инвестиции. Не происходит и зимней войны с Финляндией, помимо этого нет и договоренности с Германией по поводу Польши. А как бы это все повлияло на весь остальной мир? Скорее всего, национал-социалистическая немецкая рабочая партия не сможет прийти к власти в Германии, так как не было опасности большевизма, а Гитлер так и остался ефрейтором в отставке, и зарабатывал продажи картин. После его работы станут достаточно популярны, а он получит мировое признание и встретит свою спокойную старость в Австрии. А мы запомним его как художника 20 века. И не стоит забывать о том, что русская революция заразила энтузиазмом, основанным на марксизме и ленинизме людей по всему миру, что повлияло на историю всего человечества. Так на востоке Мао Цзэдун, который получал от СССР огромную помощь, не смог бы завоевать в Китай. Также не было бы и коммунистических идей на Кубе, во Вьетнаме и в Северной Корее. А лидер КНДР не путешествовал бы на своем бронепоезде, который был подарен его дедушке Сталином, и не перенимал бы его идеи. Не случилось бы и холодной войны, но это не отменяет борьбы за власть, только методы уже были бы другими. Если бы Российская империя не распалась, то и другие империи, такие как Великобритания, Франция, Испания и Германия, не провели бы политику деколонизации. Если говорим об оптимистичной теории, о том, что у России был шанс стать мощным государством, то этому вполне могли поспособствовать миллионы граждан, которые не эмигрировали бы после революции за рубеж. Использовав потенциал на территории своей родины, они могли бы сделать ее лидером во многих отраслях. Не исключено и то, что американский доллар не являлся бы главной резервной валютой планеты, а его место мог бы занять рубль. Но в любом случае, рано или поздно, Российская империя стала бы разваливаться. Со временем о своей независимости объявили бы страны Прибалтики, Беларусь, Украина, Польша и другие страны. Так как путь к демократии был бы постепенным и мягким, без постоянных революций, отсутствия войн по всему миру во время Холодной войны, вражды с западными странами из-за идеологий, то современная Россия, Беларусь, Украина и другие страны жили бы на уровне европейских стран, соответствующим уровням жизни и дохода. На этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, а также на канал Монтажера. Пишите в комментариях ваше мнение о том, какой бы была Российская империя, если бы не развалилась. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok